На прошлой неделе состоялся пятый межрайонный слёт молодых специалистов, посвящённый Году литературы. В станице Шапсукской собрались 50 молодых учителей из пяти районов края, чтобы показать все свои навыки в педагогическом мастерстве. Подробнее в следующем материале выпуска. В окрестностях станицы Шапсукской ежегодно проходят спортивно-туристические слёты школьников-скаутов со всего края. Маршруты для пеших походов и горного велотуризма находят здесь своих многочисленных поклонников. На прошлой неделе ощутить на себе все прелести местных достопримечательностей приехали молодые учителя Кубани. Конкурсы, обмен опытом, творческие события и новые знакомства – всё это в течение всего дня предстояло испытать на себе молодым специалистам из пяти районов нашего края – Славянского, Крымского, Красноармейского, Калининского, города-героя Новороссийска. Организатором слёта вот уже пять лет является Славянская территориальная организация профсоюза работников образования и науки Российской Федерации совместно с администрацией и управлением образования Славянского района. Ни в одном из районов не практикуют такие выезды. И зря, говорит председатель территориальной организации профсоюза работников образования и науки Российской Федерации, заслуженный учитель Кубани Зинаида Калатенко. «Наверное, вот такой выезд, он всегда работает на то, на сплочение коллектива, на творчество их, потому что они здесь себя совершенно с другой стороны проявляют. А вот в этом году попробовали мы сочетать вот слёт молодых и турслёт, ну это просто здорово. На мой взгляд, просто удачно у нас в этом году всё получилось, потому что, которые молодые специалисты приехали, я, поскольку работаю давно и знаю своих коллег в этих районах, я знаю, что они не проводят такой турслёт. А на мой взгляд, надо бы. А тем более молодёжь, порой даже я когда-то пришла в школу, не знала, что такое турслёт, и как вообще туризмом заниматься и всем прочим. Но потом потихонечку всё это узнали и просто увлеклись». Педагог – прежде всего наставник, тот, кто закладывает фундамент нравственности, культуры, знаний, патриотизма в сердца представителей молодого поколения. А потому этот слёт, считает заместитель начальника управления образования Константин Майстренко, хорошее подспорье для развития молодых педагогов. «Главная цель этого слёта – это аккумуляция идей, педагогических идей, это обмен опытом в рамках организации воспитательного и учебного процесса. Как уже было сказано, для создания профессионального сообщества молодых учителей и повышения, естественно, престижа педагогической профессии». В команде педагогов нашего района – молодые, целеустремлённые и активные специалисты из разных школ. Одна из них – Анна Фёдоровых, работает учителем изобразительного искусства и музыки в школе номер 44 хутора Семисводного всего лишь год. «Случайных людей в этой профессии не бывает», – говорит Анна. Стать учителем она хотела с детства. «Славянские капитаны» – под таким названием молодые педагоги нашего района представляли свою команду. «Мы все лидеры, все яркие, все эмоциональные. Конечно, хочется быть лучшими, как и любая команда». «Я рожу, что я рождён! Мы у Славянский район!» После торжественного открытия слёта участникам предстояло выступить в конкурсе «Визитная карточка». За 10 минут команды должны были в виде творческой сценки представить систему образования своего района, отразить все успехи и достижения, достигнутые в отрасли. «Мы поднимаем, мы поднимаем, с нами я на высоту. Мы пробегаем, мы пробегаем молодёжь, что есть в лету. Кто отстал? Никогда! Не потянет всегда! Эй, 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 эй! Учитель, учитель, учитель! Работа по станциям – ещё одно испытание для молодых учителей. На каждой станции им нужно было показать себя с творческой стороны, проявить интеллектуальные способности и смекалку. С весельем и задором участники выполняли все задания. В этот день также состоялся круглый стол «Году литературы посвящается», на котором обсудили перспективы профессионального и личного роста молодого учителя, – инновационные образовательные технологии в деятельности молодого педагога. Конкурс фотографий, спортивные состязания также вошли в программу слёта. В конце дня началась работа судейской коллегии. Им предстояло подвести итоги. Победила команда города Новороссийска. На втором месте – команда нашего Славянского района. На третьем – команда Красноармейского района. Но в этот день главным была не победа, а сама встреча молодых специалистов, обмен опытом, заряд позитивными эмоциями. Вновь восторженный взгляд, как звонок прозвенит, устремится тот час. И, войдя в кабинет, чуть волнуешь ты рад, Увидав озарных и бытливых ребят. Много в мире профессий только учит одна, Каждый год, начиная с осенней порой, Нам награду поистине свыше дана, И мы будем гореть самой яркой звездой. Ты в начале пути, тебя ждут свершения, Испоткнувшись, не стоит свой путь. Прерывается нам много друзей, Верности воплощения, в перемене, И всегда готовы руку подать. Готовы руку подать. Что такое учитель? Мы все знаем ответ. Это радость, открытие, труд и детский смех. Благороднее в мире профессии нет. И мы точно знаем, нас ожидает успех. Много в мире профессий только учит одна, Каждый год, начиная с осенней порой, Нам награду поистине свыше дана, И мы будем гореть самой яркой звездой. Ты в начале пути, тебя ждут свершения, Испоткнувшись, не стоит. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова